Девочки-мальчики, ну что, я вас приветствую на основных каналах Нейроведьмы. И сегодня у нас тоже будет, наверное, магический расклад. Хотя, как знать, не хотят много со мной говорить хранители рода, но мы с вами опять запустили мощные процессы. И я из любви и благодарности миру за свой магический путь, знания и прочее, за те открытые каналы, соответственно, я периодически делаю фри-формат чисток, открытых медитаций групповых. И зову вас, то есть у нас есть канал «Бар на крыше». Я не даю ссылку, потому что мне там левые люди не нужны. Мне нужны вот те, кому это действительно необходимая информация. Периодически анонсирую это в инстаграм-каналах. Ну и понятно, что в наших основных всех магических чатах, которые по подписке тоже. И недавно мы такую штуку тоже провели. Раскачали пространство. 500 человек в совокупности было на моих медитациях. Потом еще, соответственно, люди посмотрели, но уже в записи. Вот оно вообще у этого лежит. Пожалуйста, это можно все найти в социальных сетях. В инститете это очень лежит. Вот. И стали уличку поступать мне сообщения с обратной связью. Говорят, Анна, вот сейчас как-то в предке есть ощущение, что выходит на контакт или хранители рода. А мы как раз затрагивали в медитацию к теме на как раз на воссоединение с хранителем рода. Я провела одну из мощных таких медитаций. Сама для себя периодически практикую, когда нужно восстановиться и прям хорошо почиститься и связь обрести. Вот прям мой подарок в пространстве для вас. Ну и получается, что нам нужно разобраться, что же нам хотят сообщить хранители. И работать я буду на очень мистической колоде. Это таро-медузы. Медуза Гаргона. Очень активные женские символы. Наверное, это больше феминистическая колода. Это колода авторская. Я не знаю, кто автор, потому что я ее на Эти нашла. Вот. У меня ее доставили за неделю с определенными там вопросами, что курьер мне этот дом не хотел находить. Вот это, знаешь, там все с сложностями. Артефакты же вообще очень часто с сложностями приходят в семью. Ну вот, я считаю, что определенный магический артефакт я зарядила, плюс еще на вашей энергетике. Вот. Колода отлично отвечает на ваши истории, в том числе еще мистического характера. Поэтому выбирайте камень, и мы будем спрашивать у змеи. Кстати, ну, в магической мере это достаточно сильные животные. Прям очень мощная активация может произойти в ваших тотемных животных. И, соответственно, энергия кундалини змеи там зашевелится, знаешь ли, да. Может, драконы начнут сниться, может, еще какая история. То есть, и очень хорошо через змеи активировать стихии, ну, разные стихии, да. Четыре стихии, то есть, хорошо вписывается, в общем. Поэтому, да, возможно, коннекция с змеями предупреждаю сразу, что такое, правда, может быть. Может, сны начнут сниться, знаешь, может, еще какие-то знаки, может, еще что. Поэтому слабонервным, ну, просьба вообще отойти от экрана, потому что колода реально змеи, да, со змеями, змеиными яйцами, вот этими всеми змеиными архетипами. Поэтому я предупредила, да, что это не какая-то развлекуха там, разложительного этила. Ну, нет, это как-то прям серьезное магическое погружение. Все, давайте смотреть, что хотят вам сообщить. Так, единички, я приветствую вас. Сейчас перетасую колоду, посмотрю, что на дне колоды. Все, знаете, нещадно терплю пространство, надо немножко подзакрывать эту всю лавочку с вот этими советами, потому что нифига вы этим советами не следуете. Уже мне как-то что-то все равно, вот, а пространство злится начинает. Ну, нифига не следуете советам. Так, знаете, просто какой-то праздный шведский стол. Но ценности как бы нет. Это я сейчас не про себя говорю, это про избыток информации. Так я, ладно, она всегда будет лежать, когда-нибудь подойду, возьму. Она все сгнила, понимаешь, уже. Это когда вот приходишь, тебе кажется, что ты возьмешь свежее, но все, это уже не работает. Это надо было раньше брать, да. Давайте смотреть. Что там на дне колоды у вас, мои прекрасные? Ну, вот, я же вас начала ругать, и не просто так, потому что все сдали, все удали, и вы на самом деле к этому состоянию по королю жезлов пришли через пот и кровь, возможно. Можно же слово кровь так говорить? Что такого здесь? Безотносительно человека. Не надо накручивать часов на глобус там и говорить, что я это все. Это просто, ну, жидкость, субстанция. Вы через это пришли. Но вы не сидите на этом троне? Ну, а зачем тогда все было? А зачем тогда все было? Расскажите мне. Поэтому, как-то, знаете, информация может закрываться. А что вы сегодня пользуетесь? Другим детям отдадут. Нет, может, у тебя, конечно, самозванец обострился. Или ты такая, да это слишком большая ответственность. Да ну его нафиг, да? И слезла такая струна, короче, и пошла плакать в уголок. Давай, чего там, значит, хранители-то хотят тебе сообщить вообще. Давай. Что тебе хотят сообщить хранители твои? Королевы мечей. Ну, кстати, может, женские поставь, да? К этому, что богиня, еще что-то, смотри. Взяли тебя под покров, смотри, королева мечей, да? Сама, говорит, хозяйка своей судьбы. Смотри, тебе это дают, это возможность быть хозяйкой своей судьбы. Понятно? Вот. Тебе трон показали уже. Ты хозяйка своей судьбы вообще. Что у нас еще интересного? А ты как будто, знаешь, от этого отворачиваешься. То есть вот ресурсов, сил хватит тебе, да? Девятка с адресовой. Ты, слушай, мудрый, знаешь, как мудрое решение. Правильные стратегии ты относительно жизни своей выстраиваешь. Вот тебе об этом говорят. Слушай, ты все делаешь правильно. Молодец. Давай посмотрим, соответственно, вот какие дивиденды, условно, да? Какие профиты тебе сейчас приносят твой путь, приносят твое мировоззрение, приносят твое ощущение от жизни. Вот это прям интересно. Буквально двумя картами. Ты молодец. Ты услышала, что ты молодец, что ты классная, крутая и котик. Ну, может, не котик, конечно, может, еще кто. Дивиденды, какие тебе это все приносит? Не приносит ты мне, говоришь, вообще. Я задолбалась, говорит. Ну, а чего вот я тут? Вечный какой-то, да, там, странник, вечно прорабатывая себе стратегии. Нет, это, говорит, не работает. В какой-то момент мой бизнес-план относительно этой жизни дал сбой, да? Все. То есть я так больше не хочу, потому что, может быть, ощущение посеренной цели. Сейчас посмотрим, почему у тебя восьмерка чаш. Потому что ощущение, что вот эти вот яйца, мой котик, сама их начишь. Сама, понимаешь? Восьмерка чаш и, собственно, десятка мечей. Сама, значит, убийца своих животных или своих проектов, может быть. И такое очень часто, знаешь, бывает, когда ты сама как будто вот перекрываешь кислород тем отношением, которые ты когда-то дала, там, да? Раз, короче, обрубила все. Смотри, как каналы-то у меня рубишь и чистишь. Вот. Рубишь и чистишь, смотри. Зачищаешь пространство при этом достаточно мощно. Так. Давай посмотрим, зачем ты это делаешь. Ты в состоянии аффекта это делаешь? Херат. Все вокруг, да? Готово. Вот. Раздолбать. Потому что я тут как-то сильно агрессии не вижу. Здесь вот как-то хладнокровная история. Или ты зачем ты это делаешь? Да. Да, чтобы расчистить себе путь, это делаешь. Вот ощущение, знаешь, что вот ты вооружаешься определенным инструментом, чтобы расчистить себе путь наверх. Но это у нас не всегда про свет. Я это тоже реально устроила недавно зачистку. Мне в социальных этих лентах, там, в фейсбучных и прочих стали там попадаться. Знаешь, как рекомендованные серии. Я всегда знала, что в тебе много света, любви, там, значит, божественного начала. И вот это все, знаешь, это христианская мораль. Я все это грохнула, потому что я считаю, что не надо привязываться к одному игре. Говорю, если ты про любовь, да? У тебя прям вот туда, коровачивайся, вот туда иди. А если ты в другую сторону идешь, ты какой-то неправильный и поломанный. Но, девочки, пожалуйста, послушайте меня. Мне прям хочется действительно многих вот взять вот такой-то потрясти. Я рассказываю про свой опыт. Я рассказываю про ту аудиторию, ко мне приходят. Я никого не призываю не раскрещиваться, никуда не уходить. А то, знаешь, начинается как это. А расскажите, как кручить свеча. А мне нужно присутствовать на чистке. Расскажите, как выйти из... Это вам что, приколы какие-то или что? Расскажите, как выйти из игры горе-христианского. Я что, кого-то призываю или что? Это же просто колхоз, дело добровольное. Что за это? Ставный инстинкт какой-то. Это же не тренды вам реально ТикТока, Ютуба. Даже головой надо думать. Ладно, понятно, да? То есть вот по первому варианту просто вы страдаете. Серьезно. Благо, что сейчас вы начинаете голову в порядок приводить. Мне нравится, да? То есть потому что вот эта энергия, которая появляется, она просто про то, что вам реально надо. И оно должно в вашей жизни случиться. Это какая-то новая энергия, абсолютно новые какие-то загрузки. Вот. Может быть, знаешь, это что-то даже из аксесс-баров и серии. Какой энергией я должна стать, чтобы что? Чтобы увидеть выход из вот этого состояния. Какой я так должна стать? Потому что, собственно, все книги об одном. Я вот тоже немножко вписывалась по этому поводу, когда мне стали цитировать там книги по той психологине. Говорю, блин, да, про это в аксесс написано. Да, про это я как бы в болталках вам говорю. Ну, вы же не слышите. А вот книга – это прям притча во языцах. Понятно, что мы информацию воспринимаем тогда, когда мы уже готовы к ней. Ну, у меня, да, был личный триггер, и я имела право высказать. Вот, и здесь вот вам говорят, да, что действительно в твою жизнь приходят какие-то новые энергии, какие-то новые возможности. Оно приходит, понимаешь? Тебе нужно это просто тупо интегрировать. Видимо, нужно было взять эту еще старминторо, да, там про интеграцию энергии. У тебя прям реально загрузки какие-то идут. И, соответственно, если ты не будешь это в жизнь принимать, ты начнешь болеть чуть-чуть. Чуть тебя хотят высшие силы сейчас. Просто высшие силы что хотят. Шестерка Пентакли, двойка Жезлов. Да иди ты уже, иди уже, вот тут просто иди. Тебе добро даете. Какую-то дверь точно открываю. И сила у тебя на это все есть, и возможности есть. А ты просто сидишь, короче, и трясешь. У тебя просто мандраж из-за будущего, которое нифига еще не случилось. При этом все уже, знаешь, храни, расти, поддерживай свою энергию, да, и как бы действуй помогу. Как действовать помогу для тебя? Действовать помогу исключительно по любви, исключительно по зову сердца. Вот такая позиция. Я знаю, что сейчас многие бесятся, они скажут, что опять я, Тань, говорила о метафорах, и опять ничего не понятно. Ну, слушайте, мне вообще все понятно было. Да, по сердцу. Я думаю, что есть те, кому понятно. Из вас там, как бы, королева Жезлов, и мне, как бы, колода говорит о том, что тот, кто на правильном, ну, энергетическом уровне, тот услышал. А остальным пытаться это все затолкать. Это как детям манную кашу, они ее ненавидят, да. Вот, а я никого ничего не заталкиваю. Вот такая позиция была по первому варианту. Так, двоечки. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Надеюсь, я вам камень не перепутала. Могла, конечно. Я вас, конечно, люблю всех, дорогие мои подписчики, но до тех пор, пока вы не начинаете действительно считать, что искусство принадлежит народу, знаете, вы тут купили меня, мое время и прочее. Да, заказываю мне, что я тут должна делать, о чем говорить, что не писать. Ну, вообще-то нет. Вообще-то, вообще-то не так все. Что на дне колоды у вас? Что-то общимся на месте. Вообще, как бы тройка жезлов, понимаешь? Здесь тоже открытый путь. Но то общимся на месте однозначно. Тут, наверное, знаешь, как я выбираю для себя самую удобную дверь. Я выбираю для себя лучший путь. Да, тут тройка жезлов и королева Пентакли. Выход прям в королеву Пентакли, да. Может быть, это правда энергия, которая очень похожа на ламаз, да. Всегда у меня была проблема с ударениями, так что простите, господовикане. Вот. И потому что это правда очень похоже на энергии первого урожая, да. То есть вот сейчас пришло время делать обереги. Обереги из каких-то своих первых результатов. Я не знаю, о чем вам сейчас это говорят. Ну, вот говорят, что нужно чем-то закрепиться материально. Может быть, что-то найти. Какие-то символы плодородия там связаны с этим, да. Сделать какой-то оберег для дома. Сделайте, пожалуйста, что-то для дома. Подсветите вот эту энергию, да. Создайте и продолжайте создавать пространство, которое вас наполняет. Здесь правда что-то про то, что вполне возможно. Мы прям вьем гнездо. Ну, может быть, кстати, даже где-то в другом месте. Но вот сейчас у нас такие энергии. Так, давайте, что высшие силы хотят сказать. Так, хочется сказать, жгите свечи. Ну, просто вот те свечи, которые я жгла как раз перед первым августа. Луносад, когда мы собирались. Луносад, вот. Мне вот прям напомнило вот это все извержение, да. С свечной лавой. Вот. Может, правда жгите свечи? Ну, потому что это обнуление. Потому что, скорее всего, мы очень много что зачистили. Мы уж много что отпустили, действительно. И нужно доотпускать. Нужно, чтобы оно все, знаешь, не брулило в организме, а выходило. При этом смотрев что-то новое. Прямо это мощное обновление. Хотя идет сейчас, знаешь, такой период мощного наполнения. При этом, знаешь, наполнение, когда мы впускаем энергию, действительно уровни выше. Потому что это про наши хотелки. Ну, не только про наши хотелки, но еще, собственно, про нашу ответственность. Про нашу ответственность, потому что должно быть ответственным все-таки за наше желание, да. Вот. Ну, осознанно в какой-то момент. Вот нам про это говорят. Боже, как красиво было. Я хочу с вами дружить. Посмотрите, какие крутые карты. Очень мощное взаимодействие. В общем, с вами тоже, опять же, могут быть новые энергии, новые блоги, да. Вышли там на контакт, да. То есть, получается, расширение энергетических каналов. Кто-то может получить инициацию сейчас определенно долгожданную. То есть, в вашей жизни действительно могут сейчас происходить исполнения желания, да, долгожданные. И именно вот как бы по той причине, что вы здорово научились управлять там событиями. Спасибо большое, не ровите меня, да. Спасибо большое. Я прям чувствую, как вы мне сейчас спасибо говорите. Как вам вообще в этом всем? Как вам этот период вообще исполнения желаний? Расскажите, вы это чувствуете? Потому что высшие силы говорят, что просто все на ладонях твои. Да, ну, знаешь, вот реальный экзамен. Слушай, вот у тебя есть инструменты, пользуюсь, а ты пользуешься. Катя, у тебя инициации. Алло. Хочется прям в камеру постучать. Инициации, подъехали, открывай дверь. Ну, это что-то, вот она, карта страшного суда. Тут вот, скорее всего, у тебя экзамен в Кокворце, да. Тройка жезлов. Колесница. На допуск, на допуск. Вот тебя прям куда-то выталкивает в какое-то прям пространство, да, новое. Вот, смотри, у тебя колесница и, собственно, тройка жезлов. Здесь еще очень много энергии дается на отстаивание себя на самости, на отстаивание своего жизненного пути. Вот видишь, какая интересная колесница. Вот это вот очень интересная колесница. Ты же помнишь, почему Медуза Гаргона такой стала? Мне она, кстати, не понравилась в Безелике в Истанбуле вообще. Потому что вот ощущение, что сделали из него какой-то просто культ. А вот если начинаешь попытаться вот энергетически чувствовать, такое, знаешь, вот ощущение извращенного, выкрученного наизнанку историй. Вот. Извращенная, выкрученная наизнанку история, знаешь, когда вот ты думала, что истина одна, а по факту другая. И вот сейчас у тебя, скорее всего, будет такой период, когда тебе истина начнет заполнять. И ты вот поймешь, что вообще все не то, чем кажется. Помогу-то так и ей, все не то, чем кажется. Сейчас, на самом деле, будут спадать розовые очки, и ты их будешь видеть больше. Это действительно вполне возможно. Могут быть открытия каналов интуитивных. Поддерживают ли тебя сейчас твои хранители? Да, однозначно, карта сила. Есть кто-то против, чтобы ты шла по этому пути? Конечно, есть те, кто тебя пытается перекрыть вообще, да, и оставить тебя в... Ну, знаешь, как говорят, парадигмы старого мира, старое мышление. Не хотела, чтобы ты в новый мир проходил. Давай по смерти посмотрим, кто же там против. Смерть как бы пожезлов. Знаешь, вот как будто ты раньше взаимодействовала больше с мертвыми, с мертвой водой, знаешь, со стихиями, которые все уже там. Может, хель, может, еще что-то. А сейчас у тебя что-то новое, смотри, идет. У тебя жизнь идет, у тебя переход от смерти в жизнь. Такая уж будет момент трансформации. Что у нас еще? От залипона, от зависания, короче, да. Смотри, вот выход у нас идет прям по пятерке Пентакли. Но это выход все же. Да, может быть, это, правда, какие-то подвалы. Тебе нужно там что-то посмотреть. Зерковная жрица. Королева Пентакли. Ну, кстати, здесь может быть покровительство хель. Вот. Но не все же у меня как бы проруны, да. Здесь на самом деле покровительство подземных богинь. Ну, понятно. Кто еще? Может быть, в медузе Гаргоне. Хтонь. Правда. Давайте так. Есть ресурсы, которые вы получаете из хтонических энергий? Рыцарь мечей. Семерка мечей. Тут, наверное, знаешь, какое ощущение, что ты через морок как будто продираешься. Вот этот морок, он связан с тем, что ты раньше вот как-то себя воспринимала, как ты себя воспринимала, это совсем не ты. И ты в зеркале начинаешь видеть совсем другого человека, да. Ну, какого человека ты в зеркале начинаешь видеть? Вот смотри, по праву нужно занимать трон. По праву все же. Потому что тебе это действительно удалось прям какой-то очень большой ценой. Ценность тебя получаешь, видишь, да, там. Ценность своей энергии, ценность своего времени занимает этот трон. Кого они хотят видеть на троне, да? Какого тебя, какую тебя хотят видеть на троне? Мудрую. Мудрую самодостаточную. Мудрую самодостаточную. Я правильно понимаю, что это про то, чтобы начинать какие-то новые родовые коммуникации, новые родовые связи? Продолжать. Продолжать. То есть это уже было начато. Я так понимаю, что потом это все поломалось, да? Смотри, нет, ты продолжаешь за кем-то. Ты не начинаешь. Ты продолжаешь. И к чему это все должно прийти-то у нас? Четверка жезлов, да, туз мечей. Какому-то, смотри, новому началу, да? Какой-то, знаешь, как будто твоя родовая история начинает занимать новую иерархию. Выше или ниже все же? Выше, конечно, по звезде. А звезда... Ты знаешь, как вернуть по праву, да? Вернуть вот эту корону, вернуть эту власть, силу, да, там, свою родовую систему по праву, да? И вот они как бы за это вот тебе, по сути, и дают возможность распределения вот этих всех ресурсов. И вот тогда открываются твои родовые дары. Видишь, их много. Восьмерка Пентакли. Тогда тебе дают ресурсы родовые. Че там в родовых ресурсах-то? Деньги? Любовь? Дети? Да, смотри. Достаточно высокий социальный уровень. Семья, да, с достаточно высоким. Вот принос потенциалит это все есть. Просто потенциал чуть не раскрывается пока. Пока, да? Не раскрывается. Пока эти глаза завязаны. Грохнуть, видимо, от каких-то старых представлений, огрохнуть свои представления о прибеднении надо по второму варианту. Вот такая интересная история. Прикольно, да. Вот как-то мы какие-то мощные такие пласты раздвинули с вами. Я, конечно, иногда прям поражаюсь своей силе, ну, как проводника, потому что работать на огромную аудиторию, плюс еще для многих раздвигать пласты, то есть вот так вот взять, просто нахрен снести все. По второму варианту мы взяли, нахрен снесли. Нахрен снесли. Может быть, знаешь, это сейчас-то и хлынет, да, то есть вот эта плотина, которая была там перегорожена, может, у тебя поток откроется, может, еще что. Мы что-то прям нахрен снесли. Вот такая позиция была. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Камни могла перепутать, наверное, не знаю, не суть. Что у вас интересного происходит, да? Давайте, смотрите, сейчас перетасываю колоду. Что на дне? Аэрофант. Тоже призывают к ответу, да, по аэрофанту-то. Может быть, вы, правда, пришли, кому-то преклонили колени, видели величие. Посмотрим. Может, в вашей жизни начинает все происходить правильно и по закону, потому что и аэрофант. Ну, видимо, по законам того мира, в котором вы согласны существовать. Субтитры сделал DimaTorzok Что ваши силы хотят сказать? Берегут все же, да, по пажу Пентаглий? Маленько, тупичечко. Ты такой смеёшь. Может, просто, что ты бережёшь чужое, то, что тебе не надо. Сейчас. Вот смотри, получается, что ты бережёшь чего-то маленькое. Ты прям за это держишься. Прям вот так вот цепилась, цепилась, цепилась. В общем, у тебя другой путь совсем. И есть какой-то другой вариант. Давай сейчас посмотрим его. Ты живёшь пока, да. Здесь-то прям ограничениях магических, может быть, тоже. А другой вариант, который нам предлагают, подвойки жезлов. Куда страшно идти? Правильно. Тоже в определённый экзамен, да. Новая жизнь. А что там? Новый уровень. Расскажи мне, что в новой жизни. Вижу. Обнуление по шуту. Новая энергия, новый уровень, новая жизнь. Конечно, да. Вообще прям новое ощущение себя по королеве жезлов. Вот у тебя какие-то чувства обиженная маленькая девочка. Да, здесь смотри. Давай, как уже, мадам, расти. Королева жезлов. Опять же, какие-то новые энергии заходят. А какая ты королева жезлов? Какая ты королева жезлов? Унылая, да? Ты такая говоришь, а зачем мне сейчас быть вот этой королевой жезлов? Зачем мне сейчас столько энергии? И поэтому, соответственно, мы эту энергию можем грохнуть, разбазарить ещё что-то, да? Четвёрка, чаш. Паш, чаш. Да, пошли, короче, в переживашки какие-то. Там мне тут прекрасная девушка пишет. Я тут, ну, наблюдая за её страданиями, потому что она залюбилась в мужчину, а он-то, значит, занимается своей жизнью, а она свою жизнь поставила на паузу, а потом говорит, Аня, у меня вот как-то сейчас всё не складывается, как бы мне хотелось. Я говорю, ну, потому что вот, может, нужно обратить внимание, что энергия даётся на себя, на рост, на реализацию. Вот, а вы взяли и, значит, отправили, просто чтобы мужчина выжил, просто чтобы он выстроил свою жизнь, просто чтобы что? И, конечно, на себя уже не хватает, на себя двойка Пентакли остаётся, потому что мне, типа, для себя же ничего не надо. Я же во имя, да, это делаю, там, и ради кого-то. Чё-то такое, вот видишь, как-то себя прям грохнуло, котик мой, по трейсим вариант. Давай, и что хотят сказать хранители твои? Может, через кого-то они всё хотят сказать? Что хотят хранители сказать тебе? Что вот специально эта вся ситуация для тебя, понимаешь, для твоего роста, как бы ты тут не возмущалась, потому что вот башню и тройку мечей, как крушение планов, это они тебе устроили, понимаешь? Это вот так надо было с точки зрения общей силы. То есть ты эту ситуацию для чего-то там притянула и создала. Давай посмотрим, по факту, для чего. Ерофант. Ну, наверное, опять же, посмотреть ценность, да, посмотреть ценность себя, посмотреть ценность этих отношений, да. И просто сказать, блин, я не хочу, чтобы вот так вот со мной, так со мной больше не надо. Так со мной больше не надо. Потому что ощущение, что тебе уже прям, знаешь, вот носом тыкает, лучше и больше. Так и есть, так и есть, так и есть на самом деле. Потому что то, что происходит, это не то, что ты хочешь вообще. Это не то, что ты хочешь. Или смотри, может быть, ещё другая сторона Луны. Это тогда, когда ты исполняешь чужие желания, знаешь, и тебе прям интересно, что там у человека происходит, как ему помочь поддержать. Ну, собственно, по отношению к тебе, я так понимаю, что окружение не особо, да. Не особо чувствительно, потому что, ну, какая-то холодная, может быть, самодостаточная, да. Потому что достаточно давно одна справляешься со всем. И что вот высшие силы хотят по этому поводу сказать? Ну, видимо, ты только вот начинаешь там зреть, понимаешь, что можно что-то изменить, да. Посмотри, какой красивый меч, по ложу мечей, только начинаешь этим всем управлять и понимать, что, может быть, давай попробуем как-то по-другому. То есть, по сути, вот смотри, ты стоишь рядом с этим играй-игром. Играй-игром денег, счастливой жизни, ещё своей личной, да, счастья. И как будто ты это счастье себе рубишь, сама рубишь. Сама взяла, короче, отсекла сюда. Зачем ты это делаешь? Потому что ты считаешь, что ты недостойна. Молодец, котик, вытащили. А что ты недостойна это? Чего недостойна это? Расскажи мне. Умеренность. Восьмёрка жезлов. Потому что, если, собственно, со мной долгое время чудеса не происходили, значит, со мной что-то не так. А я очень сильно хочу. Я очень сильно хочу. Может, мне кажется, что я коплю энергию, потому что есть ощущение, что я сейчас нахожусь на дне, но я обязательно всплыву, воскресну и как птица-феник, значит, вот. Но на самом деле мы очень боимся движения вперёд. Мы очень боимся вот этой колесницы, потому что что? Потому что время-то пришло действовать, и мы саппортируем, да? Сейчас. Смотри. Потому что нам, знаешь как, мы боимся покидать нажитое, да? То есть мы боимся покидать то, во что мы вложили много энергии. Может быть, это отношение, которое ни во что не вливается, знаешь? Может быть, это проект, который убыточный. Может быть, мы вкладывали своих детей и хотели, чтобы они получили там хорошее образование, карьеру и прочее, а потом оказалось не в конякор, ну, как бы обидно не звучало, ваши дети абсолютно творческие, хотят заниматься чем-то другим, ну, такое всё, да? И пришло, на самом деле, время уходить, да? Пришло время оставить ту ситуацию, которая у нас, собственно, никак не может разродиться, а мы, значит, не можем это сделать. Мы тут смотрим в прошлое. Что говорят по этому поводу ангелы-хранители? Давайте совет возьму вам, как всё же выйти. Господи, в какой-то добрый таролог мне вселился. А сами я его возьму. Ничего не буду. Семёрка Пентаклей. Карта Мага Тауна. Ну, это понятно, что мы эту энергию копим. Мы вот начинаем. Амагрия, да? Или тварь дрожащая, или право имею. И как бы, смотри, здесь на самом деле закономерный выход в императрицу. И, соответственно, что происходит после того, как вы понимаете, что ухренеть, какая женщина вообще. Просто какой-то космический космос. И тут прям смотри, выход в публичность и известность у тебя. А ты этого очень сильно боишься. Ты это сильно боишься, потому что это, скорее всего, было поражение какое-то. Знаешь, уже какой-то позор, или ты там что-то делал на коленке, и все смеялись. И у тебя как бы, знаешь, вот память осталась. Не высовывайся, самозванец. При этом смотри, сейчас золотое время, золотое время, короче, выключить эмоции, соответственно. Тут такое ощущение, что ты прям в каких-то желаниях и мечтах разочаровалась очень сильно. Потому что девятка жезлов, ты знаешь, как карта закрытого сердца. Ты, правда, не знаешь, не понимаешь свой путь, потому что не понимаешь, что хочет Анахата. Понимаешь ли? Что хочет Анахата? Анахата хочет, знаешь, служение какой-то идеи, понимаешь? Анахата хочет какого-то вдохновения, Анахата хочет какие-то процессы, которые тебя зажигают, да? Хочет Анахата гореть. И, соответственно, тогда ты выходишь из состояния императора и, собственно, короля Пентакли. А ты мне сказала, как бы, что я горю, когда у меня рядом есть король Пентакли, который меня поддерживает, понимаешь? А тут сначала ты выходишь на вот эту вот там тропинку, условно, да, того, что я просто, мчу на этой колеснице, куда хочу, я вообще просто не считаюсь тем, кто там что подумает. И вот на вот эту энергию приходит император уже непосредственно, сам понимаешь. На твою реализацию смотри прямо на твою ценность, на твои новые ощущения себя. Вот так вот все хотят сказать. Все, выходи из вот этой пятерки чаши, не надо тут дуться на родственников, во что они там тебе мужчину не подсвечивают, потому что явно ты как будто не хочешь видеть лучше и больше. И сейчас ресурсы тебе даются как раз для вот этой реализации, а потом вполне возможно с починенной самооценкой ты можешь встретить действительно то, чего ты достойный. Ну, вот такой вот у нас интересный и позитивный вариант по троечке. Все, с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok